Здравствуйте! Мастер Гристи, пожалуйста. Многие люди живут не в Минске, смотрят Ваши видео и не могут прийти лично к Вам на занятия. Существует ли онлайн-обучение? Да, можно заказать урок. Может быть урок персональный, по договоренности во времени назначаем. Чаще всего это через скайп. Можно заказать урок в записи, то есть администратор принимает заявку, узнает какая проблема, мы записываем какой-то урок и высылаем этому человеку. Это может быть ссылка с канала нашего на ютубе или просто файл высылается человеку. Есть групповые занятия. Групповые занятия, если группа до 10 человек, то это может быть через скайп. И эта ситуация интереснее тем, что можно общаться с мастером в прямом эфире. То есть он консультирует, задается вопросы. Вот этот видео урок лучше всего. А если группа больше 10 человек, то нет возможности разговаривать. Занятие идет онлайн или в записи. Ну то есть та сторона может видеть и комментарии, и какие-то коррекции, но задавать вопросы не может. Так как когда больше людей 20, 30, 40, то ответы на вопросы очень сложно делать. А вот люди, которые живут в Минске, но может быть у них нет времени прийти на занятия лично, либо может лень. Но лучше все-таки прийти или можно использовать онлайн-букс? Онлайн-занятия можно использовать тогда, когда нет доступа к залам, к мастеру. Если вы имеете возможность хотя бы раз в месяц посетить залы, лучше посещать. По видео очень сложно объяснить все нюансы. Практически нереально. И даже те люди, которые занимаются онлайн, скажем, дистанционно в другом городе, я рекомендую, и они приезжают хотя бы раз в полгода для консультации, для коррекции. Потому что всех нюансов невозможно увидеть, услышать, и мне нужно вживую человека потрогать, посмотреть, чтобы он прикоснулся, чтобы парень, чтобы касание было, чтобы передача была чуть-чуть другого уровня. Поэтому, если вы, например, находитесь в городе Минске, то лучше, конечно, посещать занятия, приходить к нам в классы. Если такой возможности нет, то хотя бы раз в две недели, раз в месяц для проверки. То есть у нас есть несколько таких учеников, они приходят на занятия, на консультацию. В это время идет урок под запись. Я вам даю материалы, что они должны выучить следующему разу. В следующий раз они приходят через месяц, показывают то, что было у них в записи, проработано, и даю следующий видеоурок в записи, проверяя то, что было. Таким образом они обучаются. Вот у вас на YouTube-канале есть бесплатное видео уже обучающие. Могут ли люди просто зайти на YouTube-канал и чему-то научиться, просматривая эти видео? Да, там есть полезная информация, но она сокращенная. И на сегодняшний день наш канал не являлся обучающим, а больше рекламным. Это больше ролики такие для демонстрации того, что мы есть. Есть несколько уроков, например, суставная дыхательная гимнастика 2005 года, 2006. Но это уже программа устарела, и мы уже ее изменили, и по-другому преподаем. Конечно, лучше приобрести новую. Но при этом я хочу обратить внимание, что онлайн-занятия лучше, потому что вы консультируетесь с мастером и задаете вопросы. А вопросы всегда есть. То есть смотреть записи, это всегда не совсем можно все понять. И всегда возникают какие-то вопросы и нюансы. Там не заметил, как дыхнули, там не заметил, как ручку-мошку поставили. Поэтому, отвечая на наш вопрос, сегодня это рекламный канал. Мы собираемся делать его образовательным, но при этом рекомендуем заниматься онлайн, связываться. Особенно, если вы находитесь в доступности от нас. Если, конечно, вы в другой стране и в другом широке, полушарии, то, конечно, самый простой способ – это скайп. Чтобы на сегодняшний день не делать такие небольшие перемещения. Но, опять же, в любом случае, хотя бы там раз в год, раз в два года, если вы увлеклись этой техникой, встретиться с мастером, проконсультироваться. Еще не было ни одного у меня студента, который бы занимался дистанционно и все делал исключительно правильно. При встрече всегда видишь сотню вопросов, нюансов. И коррекция очень хорошо помогает. Но начать можно и с онлайн-обучения. Да, начать можно первое с того, чтобы просмотреть наш канал, познакомиться о том, что мы говорим и что мы преподаем, а потом перейти к онлайн-обучению или персональному, или в маленькую группу до 10 человек, чтобы можно было общаться с мастером. И я тогда обещаю, что я буду этих людей вести, в коллекцию делать, то есть помогать, подсказывать, чтобы получил эффект. Спасибо большое. Приходите на занятия в Центр, либо записывайтесь на онлайн-обучение. До свидания. Спасибо.